Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. Куда я сейчас еду? Как кто думает? Видите вот эти волосы, которые уже вообще длиннющие, безобразные. Хотела отращивать, но так как они у меня такие пышные сильно и волос очень густой. Мне очень тяжело с ним. В общем, решила я постричься. Сейчас что, как получится, покажу вам. Не доело эти гули делать или хвосты завязывать, но хочется что-нибудь разнообразить. В общем, может челку сделаю. Не знаю. В общем, хочу покороче вот так, наверное, постригусь. Каскад сделаю. А вот насчет челки. У меня была раньше челка. Ну, что-то я потом от нее отказалась. Сейчас думаю, может и правда челка сделать. Сейчас стою на переезде. Ну, в общем, как всегда. И поеду менять имидж. Так, ну что, все. Я постриглась. Так вот у меня теперь классно. Так легко. Блин, я вообще балдею. Мне так нравится. А вам как? Так, ну все. Я уже дома. Переоделась. Сейчас вышла в огород. Хочу сделать бордюрчики к розам. Мне посоветовали уложить булыжниками. Но так как у нас булыжников нету, у меня есть белые кирпичи. Сейчас попробую. Муж мне выкопает, ну, типа траншейки. И я заложу туда кирпичики. Попробую. Я думаю, будет хорошо. Так, ну все. Выкопал мне муж траншею. Сын перетащил кирпичи. Я вот так вот уложила. И теперь нужно вот этой вот землей с двух сторон засыпать. Кирпичи положила. И сейчас закопаю. И будет очень классно смотреться. Ну, вот так вот у меня получилось. Не знаю, мне нравится. Хоть какой-то бордюрчик. Муж будет, когда косить траву вот здесь. Тоже розу моей не заденет. Вот так вот. Всего лишь кирпичи. Бюджетно. Да, кстати, хотела вам показать. Я вот вчера дихлофосила. Ну, в общем, травила дихлофосом тлю. Да, она, ну, перестала жить. Ну, вот это вот осталось. И оно плохо стряхается. Я думаю, если бы я брызгала специальной отравой, то они бы просто попадали. А так они вот прилипли и лежат. Ну, в принципе, потом водой побрызгала, они не опадут. Ну, самое главное, что они сдохли. Вот так вот. Так что можно еще и дихлофос использовать. Так, пришла я в гараж. Хотела чуть-чуть отдохнуть. Хотела ответить на некоторые комментарии. То есть, некоторым комментаторам. В общем, такие комментарии есть, что, в общем, купи мужу ключи какие-то там с трещоткой. Если мужу надо будет, он сам себе купит. По обстриге ногти. Это некрасиво. Ну, мне нравится. Кому некрасиво, пусть обстригают ногти. Кому не нравится, в общем, никого не держу. Милости просим на выход. Не смотрите. Я вчера сказала, что ремонт стартера, не, генератора, обойдется в пять тысяч. Ну, типа новый взять. Вот, начали писать, что купи на разборке. Ну, смысла нет покупать на разборке. Покупали мы год назад. Тоже на разборке. После этого уже ремонтировали. Вот, недавно. Меняли какие-то там щетки, не щетки, не знаю. Вот. Смысл от старого. Старый тоже сломается. Уж если брать, то брать новый. Муж машинист и получает на нормально. Для нашего города это нормально. Вот. И пишет, что это большой зарплатой, у вас нет денег купить запчасти. Я сказала, что мы купим их, но с зарплатой. Так как деньги были потрачены, и до зарплаты здесь осталось дня два или три. Мы купим его, не переживайте. Вот. И не рассчитывали мы на то, что сломается машина. Вот. Не надо заглядывать в чужой карман к удачу. У нас, во-первых, ипотека, дети, которые хотят кушать. ну и как всегда машина. Машина ломается у нас очень часто. И денег мы в нее вкладываем очень много. Задумываемся уже купить новую, но это тоже придется брать кредит. Сейчас мы не хотим его брать, так как он нам не нужен. Нам надо с ипотекой раскидаться. Вот. И так, в принципе, ну это один человек, который вот это все написал мне сегодня. Было, конечно, не очень приятно. Пишет канал домохозяйки. Ну, не нравится. Еще раз повторяю, не смотрите. Ну, короче, кому интересно, загляните в комментарии. Если будут подобные комментарии от этого человека или, может, от кого-то еще, я сразу говорю, терпеть это не буду на своем канале. Буду блокировать. Мне это не надо. Да, если человек пишет умные комментарии там по делу, советы, я, конечно, прислушаюсь. Вот так. всем спасибо за то, что пишете. Мне ваша поддержка очень нужна. Сделала себе сейчас хвостик, потому что в огороде, сами понимаете, волосы мешаются. Хвостик такой маленький получился. Так классно. Почему у меня длина была большая, а сейчас вообще как будто волос нет на голове. Ладно, пойду дальше полоть траву, наверное, надо. Сегодня дети у меня там четыре грядки, наверное, они траву вырвали, чтобы гулять пойти. по-другому у них нет мотивации. Ксюха сегодня полила мне огород, пока я ездила в парикмахерскую. Говорю, зачем. Ну, похвалила ее, конечно, но сказала, что огород и так мокрый. так все хорошо. Хорошо.